здравствуйте друзья вы видите небольшое шествие у нас гости из штата нью-джерси вот юная соня да да юная соня значит глава семейства нас володя он программист фронт-энд чё там какие слова к этому javascript какой-то что там у вас юай юай так вот коротенько и супруга у нас ирина чего делает тоже что-то программир 2 юайщика то есть вам есть о чем поговорить друг с другом они до начинающий да они из то что называется у нас на канале люди называют суровым челябинском вот а так вроде такие вполне жизнерадостные но вы еще и в минске пожили пару лет они пожили в минске поработали в компании у которой есть офис в соединенных штатах и по визе l оказались сша всей сказать своей семьей вот ваши ваши родители смотрят наш канал как же это у нас обычно смотрят родители у нас знаете как бывает у нас родители детям говорят вот микро петрович рассказала смотри вот этот вид вот это видео ссылки детям посылают но я вам скажу найдутся доброжелатели найдутся до пошлют вам пошлют вам сюжетец им пошлют да родителям пошлют ну что же может быть вы пока так мы наслаждаемся солнышком калифорнийским может быть что-то расскажете вообще о жизни в ниджорси как ниджорси живется жизнь там есть какая-нибудь а вот климатически как там пожарте вы штука в калифорнии влажного молод жили в минске там влажность высокая да вы чего в минске кто-то я смотрю селедка ты из беларуси идет это неспроста там влажность моря белорусские до белорусском море много хорошо челябинске сухой климат трански ну челябинске резко континентальный а в минске такой почти прибалтийский до влажный влажный и пожар там обещали до 36 но люди симпатичные в ниджорси все больше белые или там замес ну где мы живем да там индийский город как называется индийское название лампочка эдисона это из индии так вот больше белые белые ушли из этих мест понятно да сначала там жили индейцы потом белые а теперь индийцы хорошо так с точки зрения может быть полезных советов тем ребятам которые хотели бы ну интересуются вот переездом в сша я просто к чему рассказываю что вот эта семейка так интересно не только тем что володя нашел такую работу но и тем что ирина переквалифицировалась программистом она не была программистом она была кем я была инженером конструктором так радиоэлектроники радиоэлектроники начинала с печатных планов трассировка печатных планов то потом называется шкафы и блоки проектирования это но грубо говоря системный блок но вы именно внутри или сам шкаф ну механическую части или электронную нет электрон то есть до сих пор в наше время когда космические корабли бороздят просторы вселенной а тесла ездит на батареях в это в наше время еще и вот там пневматические системы работала в компании которая делала метрологическое оборудование и в частности я занималась разработкой прибора для поверки датчиков давления а датчики откуда брались а на заводах стоят вот идет труба ну кто их производит то есть и купные датчики датчики на заводах стоят датчики их нужно периодически проверять как хорошо они работают конечно поверку делаю вот и мы делали оборудование чтобы выйдем туда просто мы дорогу перейдем чтобы проверять как вы переквалифицировались давайте пару слов расскажите детям значит вот в данном случае меня что интересует каким образом вы имея принципе технический бэкграунд налево мы сейчас пойдем туда на на набережную туда в смысле на пирс как вы имея технически но не программистки такой бэкграунд перековались в фронт-энд девелопера причем на таком уровне чтобы еще и работ найти сначала сначала там потом тут сначала была мысль что у меня же муж разработчик он может научить меня но быстро стало понятно что это чревато разводом потому что это все понимают можете не объяснять ему приходилось объяснять мне какие-то вещи которые ему кажутся элементарно мы все это проходили с нашими женами даже придумаешь что они могут все а вдруг они огорчать да потом взяла курсы на курсере онлайн ясера . орг по-моему да ну я думаю это даже по русски да да найдут найдут я начала с того что английский стал учить а давайте вот может быть такое уточнение курсы на курсере почем их можно бесплатно взять даже так а да мы заплатили что по-моему там если связку делать будет 450 долларов может быть 500 там какие-то скидки в общем все эти курсы можно отдельно брать бесплатно так и но если и сертификаты они будут получаться там платится последний просто за итоговый проект который идет тоже отдельным сертификатом я понял то есть если ты просто хочешь что-то знать это не стоит денег а если хочешь уже проект делать а проект ты делаешь не сама с тобой его делают кто-то там там бесплатно тебе не дается ты смотришь лекции лекции доступны бесплатно они записаны на видео дальше нужно сделать какое-то практическое задание и когда ты учишься платно ты делаешь это практическое задание отправляешь его в систему и люди которые учатся вместе с тобой его смотрят проверяют тебе дают какую-то не не преподаватели не преподаватель у него физически сил не хватит там учатся тысячи людей он не сможет а вы сказали что припадать смотрите лекции но то есть он лекции читает в живую аудиторию они не записаны они записаны на видео они записаны ты в любой момент можешь смотреть можешь возвращаться тем не менее есть какой-то живой педагог который прикреплен группе или что там есть форум на форуме сидят преподаватели и сидят сами ученики ученики бывают разные бывают как я которые с улицы пришли так а бывает например вот со мной учились несколько человек они были на сша им стало интересно еще посмотреть на пол стек программирование программирование и у них вот может быть есть там за плечами 10 лет опыта си шарпа и вот он конечно он разберется быстрее вот они как бы еще помогают остальным неплохо и ты смотришь работы как другие люди делают то же самое задание и выясняется что на эту же задачу можно по-разному решить я закончила эти курсы долго учились может быть полгода вот эти полгода с какой интенсивности у вас ребенок у вас там семья я не вы не работали при этом я не работала хорошо вот полгода с какой интенсивность и сколько времени вы тратили там в день в неделю я проходила их быстро то есть там каждый курс рассчитан на месяц я его проходила недели за две занималась ну может быть часов по 4 так если что когда я начинала эти курсы только выкладывали и мне приходилось ждать пока появятся новые лекции а мне казалось что там так много всего есть что там может быть много вариантов даже любых курсов нет то есть конкретный full stack был только один не там веб-девелопмент именно веб-девелопмент был один как так-то питон например там уже наверное года четыре валяется этот курс может быть там ну по и поджаве так вообще он по моему самый первый хорошо хорошо я просто вот знаете в каком ключе интересуюсь насколько человек который ну пусть у него какое-то техническое образование не обязательно электроника может быть это миг там инженер-механик но насколько это подъемно но на русском на русском на английском не цена английском то есть это вам помогло набрать не было цели на курс на русском языке просто потому что я знала что мы потом поедем в америку и мне все равно от этого никуда не деться мне все равно нужен будет английский язык это помогло вам терминологию поднять какие-то вещи мне даже сложно понять как они на русском что я самого начала программирование у меня было на английском а где там какие-то связи образуются вот вы говорите форум может быть там какие-то отношения возникли с людьми и вы до сих пор вот как-то с ними общаетесь может быть такого не было я и я не общаюсь но так пожалуйста если есть желание почему нет то есть возникают какие-то возможно бывают бывают люди там комьюнити большое они они другом как-то контактируют друг другу правят проекты то есть проект же появляется вот особенно вот последний большой принципе он до сих пор вон висит то есть можно практиковаться в языке фактически не в разговорном но в письменном когда ты с людьми общаешься ну что же хорошо то есть спрашивает вот как язык учить а вот иди да да бесплатно ведь мало того что язык так еще и там глядишь java script там с html там субтитры есть под видео можно медленнее включать хорошие субтитры нормально да на английском чаще всего да иногда бывает что и на русском да некоторые курсы бывают переведены кстати курс по питону вот вам рассказал он называется программирование для не программе а нет это для начинающих так играть ему светлана потеряли откат убежала впереди и там действительно программирование для начинающих там профессор очень харизматичный мужчина очень доступно объяснять то есть если когда программирование человек не знает вообще то есть не знать что такое функция что такое переменная что такое программирование вообще вот лучше туда сначала пойти когда not вообще по нуля хотя бы первые несколько полкурса хотя бы пойти по питону и будет уже легче я бы с удовольствием имел студентов которые сначала где-нибудь взяли курс по питону а потом пришли учить тестирование она у нас вот бывает что он еще copy-paste не научился а уже вот как бы хочет тестировать хорошо дальше следующий момент значит вы получили предмет сделали проект у вас получилось ощущение что вы сейчас можете какой-нибудь веб-сайтик забабахать я училась не только сайты для еще и гибридные приложения отлично отлично это тоже такая динамичная очень отрасль очень активно сейчас развивается гибридное приложение это такое приложение которое работает и на андроиде и на айосе теперь значит вы пошли искать первую работу да и было это в минске да вы как гражданка российской федерации имеете право на работу там да то есть какой то есть соглашение то есть вас по этой части не дискриминировали вообще никто не спрашивает отлично теперь идете вы значит искать работу то резюме шлете с вами разговаривают вот вы начинающий вас ничего нет у вас там только какой нет у вас есть безусловно предыдущий опыт но инженерные но вот понятно что девочка там вот и вот чему-то научилась вас зовут на интервью вам звонят или они говорят нет 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 нам нам только с опытом вот никаких они хотят с опытом но крючку они хотят они с вами разговаривают или они хочу найти работу начинающим программисту который не после института который вот сам обучить до переучился это не безумно просто а после института проще да потому что крупные компании у них есть что-то типа курсов по программированию они набирают до студентов масса тут бывает целыми группами берут понял и после этих курсов устроиться на работу то есть им нет смысла брать кого-то с улицы они лучше возьмут с этих курсов понял но все таки вы тоже не совсем с улицы у вас все-таки какое-то инженерное образование и даже опыт теперь все-таки вы рассылаете резюме вам вообще не звонят вот вы говорите они хотят с опытом или они с вами разговаривают а потом говорят вы знаете мы бы хотели с опытом вот может быть из 15 20 компаний может быть 1 2 позвонят позвонят то есть какой-то интерес есть какой то есть у меня еще я знала что мы поедем в америку мы собирались мы ждали нашу визу и я хотела работать в американской компании чтобы в минске на американскую компанию это еще сложнее то есть там зарплаты побольше конкуренция еще больше то есть поскольку платят больше то попасть еще сложнее и у вас еще английского не было у меня английский уже был я же уже даже закончил понял понял подучили да то есть на профессиональную тему я могла общаться а жизни как бы не безумно легко она профессионально я могла говорить хорошо и чем чем кончилось мне повезло мне написала и чат дар бани им нужен был разработчик как раз на гибридные приложения как-то так оказалось что не безумно много желающих было на эту вакансию я его хорошо прошла то есть я ответила на все вопросы по джава скрипту меня спрашивали по гибридным приложениям спрашивали как человека который поучился и должен что-то знать или как человека который поработал и должен что-то знать то есть они заходили куда-то в такую область где нужно было именно практические какие-то навыки иметь да нет такие по теории больше больше по теории эти вопросы в принципе в гугле задать вопросы на собеседование джава скрипт да вот они тебе в смысле если погуглить надо то есть хорошо сделал домашнее задание так можешь отвечать хорошо как компании дают иногда домой что скажем за час там сделай что-нибудь храничку сверстать вот и там простенький функционал вот такое тоже если в минске начинающего тыщу работу программист проще устроиться в белорусские компании которые работают на беларуси и то есть там на белорусских клиентов те же сайты много много такой работы но она тоже есть и туда устроиться попроще так давайте я стану с этой стороны так чтобы соответствовать солнышку откуда она там светит так туда устроиться попроще а вот именно в американскому не можно сказать сколько вы были на рынке вот вы активно искали работу или так через колоду волнами то есть перед тем как делать проект начинать я разослала мне кажется во все компании которые были в минске я их искала и по вакансиям на сайтах и просто по google по яндекс карта что эти компании какая и смотришь сайт и потом уже когда проект я уже закончилась делать со мной уже сконтактируют были какие-то периоды ну когда руки опускаются какой-то отчаяния наступает тот муж смеется я чувствую вон так да ну давай я склонна к самопереживанию и да у меня были переживания такие вы кто по гороскопу скорпион скорпион понимаем так как бы но сидишь делаешь рассылаешься поревешь клавиатуру протер и дальше потому что ну если ничего не делать то она же не ну вы мужу да как это у нас гаот hard time давали его но он человек тренирован выдерживает вы где познакомились ты в инстудии там учились вместе чтобы одной группе прям прям в одной группе то есть там у него был выбор а вот выбрал вас или у него уже не было выбора вы на него глаз положили все совместное ложение глаз так наложили ну хорошо ладно так скажите пару слов что это был за вопрос который вы задавали что я делал видео по вашему вопросу это было давно да давно это было да мы уезжали из челябинска у нас в минск в минск да с целью получить эльван и потом переезжать в мире это же компания нам делала и чван-би но мы не прошли лотерею но в тот момент когда вы писали письмо это вы тогда переезжали в минск или вы думали переезжать не переезжать что там уже переезжали мужа вещи так а чего в чем был вопрос то напомните родители переживали за нас ну так а что вы спросили что делать с родителями потому что они переживают говорят оставайтесь здесь так а я что сказал а вы сказали это тоже было да светик у нас много таких вопросов это был другой вопрос значит так что сказали что переживать за детей это в общем-то нормально в общем-то она тогда так оно и получилось мы их успокоили что не переживайте минск он не безумно далеко беларусь братская страна там у батьки все под контролем это немножко успокоило мы сказали что может не одни факт что могут навсегда может быть нам не понравится мы вернемся можешь вообще в молдову уедем до фрукты дешевые и как-то и они немножко успокоились и стали у них где-то детки еще есть или вы одна у меня еще есть сестра так да вы говорили на 10 моложе было володе еще их еще три брата и одна сестра так что же они там прямо шои не 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 то что последние отдают переживали ну хорошо а каким образом скажите я часто слышу ведь поближе тот микрофоном я часто слышу слова такие что вот наш канал там меняет жизни и так далее я понимаю когда люди например просто у них какой-то вопросы они мечутся и я как-то может быть ну ну как-то вношу ясность упрощаю ситуацию бы но вот так так и так он все ясность появилась я пошел в действие в вашем случае что произошло то есть чем чем мы на вас повлияли то есть вы все равно переезжали в минск да то есть не то что вот ответ на ваш вопрос там как-то что-то определил мы раньше на ваш канал пришли владимир увидел ваше видео про лотерея началось с лотереи green card под подали заявку он осмотрелся ваших видео решил чтобы наверно лежать это проверь нет ли там кого нужно я говорю куда мы поедем мы здесь у нас здесь семья родные друзья куда мы поймем куда не поеду так случился конфликт на эту тему и я решила что ну если он хочет и как бы родной близкий человек но наверное он заслуживает внимание к своим бритвовым идеям я решила посмотреть тоже видео и переубедить его на эти слабые места и убедить все-таки в том что ехать не нужно вы как человек логического склада мышления вы решили его логически таскать взять за жабры да но получилось так они они идут дальше пошли но получилось так что я период то есть вы попали в секту до недостатки жизни в америке они безусловно есть но конкретно для нашей семьи мы решили что плюсов однозначно больше пишу те же недостатки оказались достоинстве недостатки есть всегда просто можно можно от человека зависит так ну хорошо то есть вы насмотрелись видео родителям вы не сказали что нужно смотреть вообще никому не говорили потому что как только начинаешь говорить кому-то так тут всего один всего один там лежит ну пошли мы сейчас спустимся к нему туда да как только начинаешь говорить сразу же у людей есть свое мнение да и свои сомнения не начинают такой у них свое мнение или из телевизора у кого-то деморализует поэтому лучше себе покатать в пути чтобы не сбиваться потому что у людей могу ой он там еще в тенечке лежит смотри тут некоторые знают что делают фулиганы они спускаются вот сюда смотри вот сюда на шпалы вот на эти шпалы спускаются идут к этого морскому льву или там кто там лежит и пытаются с ним селфи сделать для чего этот самый лев поднял до голга да он как он на них заорал и они тут чуть не ну этот мирный такой смотрю он очень идем дальше в общем решили что ехать надо так и тут вспомнили что володя таки продлились идите ближе к микрофону он может найти работу на и чонги то есть посмотрев наш канал вы решили что есть положительные моменты в американской жизни да например как что так мы уходим из этого лягушатника как что например что банально более высокий уровень материально материально лучше медицина мы сможем по образованию будет более контрольного вот вы тот момент не могли оценить например такие вещи как дружелюбные люди какая-то такая не злобивая обстановка вокруг доброжелательность этого мы оценить не могли но мы видели что в челябинске не безумно доброжелательные даже по сравнению с минском да в минске очень милые люди они не верят когда им говорят но ребята это факт меньшание очень беларуси даже не верят им говорят что говоришь что беларуси очень милые общительные люди ребята бела даже не сравнивая с челябинском вот я сам из москвы я могу сказать что люди в беларуси которые живут вот как бы как американцы бы скажешь они very special они очень-очень отличаются в хорошую сторону мороженое мы идем в сторону мороженого цвета о чем речь мороженое впереди деточка только знаешь что для мороженого нам надо перейти направо туда пошли перейдем направо да ладно значит и так в общем насмотрелись канала научились всему плохому перволазь предупреждал что не стоит связываться с плохими людьми так насмотрелись начали рассылаться на американские вакансии искать спонсора на и чем это было в тринадцатом году это был конец тринадцатого года где-то может быть ноябрь начало декабря мы как раз подали заявку на грин карту после этого лотерею до после то есть получилась такая история значит у вас с h1b значит первый раз я так понимаю просто вы не успели по времени второй раз на вас подала компания где он работал но вы не прошли по лотерею то есть в ангеле не такой простой путь в общем то то есть даже даже когда есть кто-то кто хочет тебя взять получается что еще надо в лотерею и когда искали первый раз мы решили действовать командно я тогда сидела в декрете с вами совсем маленькая была вова работал и он приходил с работы сразу садился тоже рассылать вакансии и я ему помогала говорю научи меня этим кодовым словам ключевым до ключевым до которые нужно искать и я буду везде рассылать я английский тогда не знала вообще то есть я могла немножко прочитать еще бабочка маленькая еще маленькая бабочка да вот но в перерывах когда она спала когда где-то чем-то занята я сидела рассылалась а вот что он там за утилиту написал для поиска для рассылки резюме он написал так как он юай девелопер да он сделал небольшое приложение которое пробегает по всем штатам на крыль листе по всем штатам по всем городам искала работу по заданному ключу то есть на крыль листе нужно зайти например сан-франциско бэйре набрать java script и он тебе выдаст давайте перейдем на ту сторону я хочу тем кто нас слушает просто пояснить что на крекс листе поиск не производится по всей стране а производится по региону и этих регионов там ну несколько десятку около сотни значит и вот получается такая история что если ты хочешь искать по всей стране ты должен зайти в около сотни регионов и проделать те же самые поисковые действия вот фактически значит володя написал такую утилиту которая сама из территории в территорию значит там переходит делает поиск и и дальше вы должны вручную отправить но тогда когда мы искали на крыль листе было много вакансий сейчас крыль лист не настолько полезен он потерял популярность он очень сильно потерял поэтому сейчас если программисты ищут работу на и чего я бы не советовал на него тратить я бы посоветовал пойти блинг тын да это сейчас то место где можно напрямую выйти на работодателя и им и мы должны сказать чтоб они не тратили время на дайсы на те места где рекрутеры ходят уже рекрутера нужен человек сегодня а не то что вот он где-то когда-то приедет ему за него денег сейчас не заплатят издалека не надо тратить время они просто ими можно пообщаться поднять чуть-чуть язык интервью к ваше но они даже в этом плане немножко да профита этого не будем все это у нас смотри так крути крути давай так друзья у нас скульптура в общем на рекрутеров тратить времени нужно дают они с точки зрения английского языка они тоже довольно бесполезны они задают одни и те же вопросы как вас зовут какой у вас статус после этого как правило разговор заканчивается визы нет иногда продолжается дальше вопрос какой у вас опыт чем вы занимаетесь интересует скажем сколько у вас лет опыта и кратко язык буквально пять минут разговора если рекрутер считает что у него есть подходящая вакансия что я там могу тебя заплатить на позицию если говорит что вакансии нету ссори если будет рекрутеры чаще всего совершенно мимо кассы то есть они они расстраиваются странная публика точно так же по ключевым словам реагируют значит друзья мы подошли к магазину это культовое место надо конечно наверху винцо дегустирует вот а внизу все все для деток значит мы отдельным сюжетом давайте я сейчас остановлю запись отдельным сюжетом по мороженому а потом пойдем дальше